Привет, ребята! С вами Светлана. И сегодня я бы хотела затронуть такую тему, как обновление 2.2 в Mortal Kombat Mobile. Да, я ни разу не снимала по Mortal Kombat Mobile роликов, хотя хотела, да. У меня не так много контента по Mortal Kombat Mobile, но тем не менее я в неё играю. И как человек, который играет в неё, так как человек, у которого сравнительно новый аккаунт, не прокачанный. Нет у меня десятого слияния персонажей и шестидесятого уровня. У меня один персонаж пятидесятого уровня только. И плевать, что это Скорпион Алмазный, но тем не менее. Я бы хотела обсудить обновление. Значит, здорово. Добавили, конечно, нам третью сложность. Это Старший Бог. Круто! То есть можно теперь делать три слияния в испытаниях, но за Джей сейчас сложность Старший Бог. Единственное почему-то. Хотя все мы прошли обычную сложность. Обычные башенки. И получили там первое, второе, может, слияние. Ну, кто, конечно, не пользовался багами. Естественно. А мы же с вами не пользуемся багами. Может, чешные люди. Чешные люди, да. Итак, и что мы здесь видим? Во-первых, битва 25, 25, 30, 30 и 30. Это в общей сумме 140 битв. Капец. Зачем? Для чего? Награды, извините меня, здесь не такие шикарные, чтобы просто сидеть и тыркать пальцами все 140 битв. Да, это, конечно, 8 дней занимает. Ну, тут 8 дней это будет, это испытание. Но все равно, как-то жестко. Во-первых, должны быть только золотые скорпионы. И я посмотрела просто на то, что вот тут есть. И это вот 37 уровень, 36, 37, 45. Дальше идет 38 уровень. И я почему-то думаю, что к 30 битве там будет все 60 уровней, 10 слияние, полная экипировка и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, простым обывателям, как ваш покорный слуга, не пройти такую сложность. Поэтому мы с вами забудем об этом, но это есть. Далее, у нас есть обычные испытания, где также три сложности. Нормальная, высокая и старший бог. На нормальной сложности все вроде хорошо, все вроде прекрасно. Мы можем проходить. Как вы видите, изменили стилистику иконок. Стало более красиво. Можно посмотреть, какую карту вы выбьете. Это клево. Нет, это действительно круто. Мне нравится. В принципе, в визуальном плане обновление вообще очень даже хорошо. Будет кабала. Я знаю, что уже выпадает на него экипа. Выпадают победные стойки и так далее и тому подобное. Магазинчик поменяли, что немаловажно. Добавили, значит, нам с вами, во-первых, сколько доступен набор. Но я думаю, что, скорее всего, один день, 7 часов доступен набор. Это может быть из-за того, что там золотой рейдер. Может быть, там что-то поменяется и станет золотая джейд. К примеру, в этом наборе. Может быть, так-то набор никуда не девается. Также доступна сколько дней набор ударная группа. Это очень круто, очень удобно. И стало два новых набора. Это скорее неиспытание уровня Старший Бог. На джейд и, соответственно, на Темного Рейдена. Здесь можно кенши или мастера. Кенши Шинок или мастера Единоборств. Также Ронин Кенши. Простите. Ронин Кенши. Алмазного. Да, там 2% правда шансово падения. Ну, а на джейд, там это можно выиграть золотых скорпионов, которые как раз-таки нужны для прохождения этого испытания. По персонажам ничего не поменялось, в принципе, там. Но когда сменяются персонажи, там будет троечка нарисована. Вот здесь вот, где магазин, будет нарисована троечка, что типа, мол, сменился магазин, три новых персонажа. Зайди, посмотри. Круто. Это здорово. Далее изменения у нас, естественно, в войне фракций. По подбору противников. Причем изменения такие жесткие, что это просто капец. Это самое ужасное изменение, которое возможно. Я все понимаю. Скорее всего, проблема в том, что они поменяли скорость. Да, стало значительно быстрее реагировать игра и так далее. Но поменялась скорость-то в самой игре. А то, что мы нажимаем, там, да, обычный, там, игрок нажимает, когда на блок, тупо не успевает у меня среагировать ничего. Не потому, что у меня аппарат фигня. Не только я на это жалуюсь. Просто блок не прожимается. Но когда противник стоит в блоке, и ты его там ударил в блок, провел серию ему в блок, он просто буквально за долю секунды выходит из блока и начинает тебя просто мутузить. И даже если ты нажал спецприем, хотя раньше вот он ударил тебя, и спецприем срабатывает. Нет. Он ударил тебя, а потом он проводит свой спецприем, потом он стоит в блок, и только тогда срабатывает твой спецприем. Это как вообще? Вот это самое с того, чего у меня горит. Это просто как бы фиг с ним, что там подбор стал, да, по сложности. Они сложнее стали, реально сложнее. Ты там возьмешь. Вот если я, допустим, сейчас возьму Скорпиона, Джейд, и кого-нибудь, вот, допустим, Кун Лао, мне дадут, скорее всего, 10-го слияния кого-нибудь, да, вот я не зайду в сложную, жесткую битву, даже не буду. Я в обычную битву зайду, просто вот чисто проверить. И вы увидите. Ну, тут серебро. Ну, серебро 10-го слияния, где 23 тысячи, 17 и 17 – это здоровье, и 11, 14 и 16 – это атака. Хотя у меня 9, 6 и 8. В два раза больше, в два раза. По сумме. Вы скажете, так это же серебро. А вы попробуйте победить. Это серебро. Это раньше? Нет. Будь бы движок, как раньше, я бы совершенно спокойно бы не парюсь бы, но скорее всего, вынесла бы одной бы Джейд. Но сейчас так не получится. Потому что даже когда Джейд исчезает с помощью ее пассивной способности, моментально ее начинают все равно бить. Как бы ты ни жал на кнопочку. Я, конечно, продемонстрирую вам пару боев, проиграю, пусть, не страшно. Да, я проиграю серебряным персонажем с Джейд и Алмазным Скорпионом МК-11. Да, 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 я проиграю. Но я этого не стужусь, потому что действительно сделаешь со скоростью невообразимой. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Видите этот замечательный подбор, просто великолепный подбор. Это просто праздник какой-то, просто вот прям радует, радует. Ну, давайте поборемся, поборемся, скажем так, проиграем. Ну, Алмазкам проиграть не стыдно уж, не серебро. Вот так вот. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok